В Твери прошел первый съезд председателей местных отделений Российского военно-исторического общества в Тверской области. Участники обсудили проделанную работу и наметили планы на предстоящий год. Участие в мероприятии приняли Сената Российской Федерации Людмила Скаковская и председатель регионального законодательного собрания Сергей Голубев. Подробности в первом материале выпуска. Съезд объединил всех председателей местных отделений Российского военного исторического общества. Как отметили участники мероприятия, для Тверской области это большое событие, так как за последние полгода в регионе создано много новых местных отделений. Сейчас, безусловно, вся работа построена в связи с проведением специальной военной операции и направлена на патриотизм, на воспитание нашей молодежи, на помощь семьям, помощь ветеранскому движению. Поэтому задач много и мероприятия ведутся, прежде всего, конечно, в школах. Так в школах региона проходят уроки мужества с участниками спецоперации. Наши бойцы, вернувшиеся с передовой, рассказывают детям о жизни на фронте и что им помогает в трудные моменты. Мы ездим в каждых школах, выступаем, нас приглашают, как почетных гостей. В колледже, в техникуме мы также присутствуем. Мы пытаемся все донести, если не мы, то это еще фонд защитников отечества. Мы совместно с ними работаем. Дети спрашивают в основном, наверное, как происходит повооружение, как быт наших бойцов, как они там располагаются, живут в линдажах, где-то они расквартированы. И сейчас новейшие системы вооружения стоят у России. И какие там иностранные есть. То есть мы показываем, рассказываем. По всей стране российское военно-историческое общество объединяет ученых, историков, представителей поисковых отрядов и военно-исторических клубов. В состав Тверского отделения входят представители разных профессий, которые проводят работу, направленную на сохранение памяти о героических подвигах наших предков и воспитание молодежи на основе уважительного отношения к страницам российской военной истории. Костяк отделения российского военно-исторического общества в любом регионе, конечно, это поисковики, конечно, это военные историки, конечно, это краеведы, которые в своей деятельности касаются страниц Великой Отечественной войны и вообще боевого прошлого нашей Родины. А в условиях специальной военной операции, конечно, это приобретает особое значение. И то, что российское военно-историческое общество, этоское отделение направлено на военно-патриотическое воспитание, на память о нашей великой военной истории. Одна из приоритетных целей общества – усиление просветительской и идеологической работы, а также поддержка участников СВО. Сохранение военно-исторического наследия является для общества прочным фундаментом, отметили участники съезда. Военно-историческое общество – это не про прошлое, это про будущее. Это про будущее и наше настоящее. И я не сомневаюсь, что такая консолидация, вот тот запрос общества, который сейчас услышан всеми людьми, объединит как можно больше замечательных людей, проживающих на территории Тверского региона. В каком бы муниципалитете мы ни были, где бы мы ни встречались с людьми, мы видим, что действительно общество готово к тому, чтобы настолько серьезно и сильно консолидироваться, объединиться и победить. На съезде подвели итоги того, что сделано в прошлом году, и поставили задачи на будущее. Одна из таких – проведение мероприятий, приуроченных к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, которую наша страна отметит в следующем году. Военно-патриотическое общество имеет одну очень хорошую номинацию, которая называется «Молодежь помнит». Для того, чтобы молодежь помнила, мы должны, конечно, им все это показать и рассказать. На примере Бельского муниципального округа, который, конечно, прошел, как там говорится, огонь и воду, и сражение 41-го года, Смоленское и операция «Марс». Вообще все жители Бельского муниципального округа помнят и свято чтят этих людей. На территории округа очень много захоронений, очень много могил воинских, за которыми, конечно, ухаживают не только администрации, но и местные жители. Военно-историческое общество воссоздано по указу президента страны в 2012 году. Его основная задача — изучение, популяризация военной истории России, а также сохранение объектов культурного наследия.